В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ко дню победы саровчане вновь присоединились к международной акции «Сад памяти». Осторожно, мошенники, как защитить себя от обмана. В праздник хоккея в Ледовом дворце состоялось торжественное закрытие сезона. Далее расскажем обо всем подробно. 29 апреля под эгидой волонтерского движения «Хэштег Волонтеры Победы» в Сарове прошла международная акция «Хэштег Сад памяти». Добровольцы посадили деревья в сквере микрорайона номер 22. Подробности в следующем репортаже. В Сарове во второй раз прошла акция «Сад памяти». Ее цель – создание зеленых памятников тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В этом году к акции присоединились учащиеся и преподаватели школы номер 11, ставшие полуфиналистами проекта «Школа Росатома». Это социальный проект. Каким образом горожане могут почтить память своих предков. Вот это результат нашего проекта. Нашу инициативу поддержали местные власти. И сегодня мы присоединились к международной акции «Сад памяти». Для Дарьи Чумаковой акция стала особенной. Школьница занимается исследовательской деятельностью. И это помогло ей в изучении боевого пути своих предков. На протяжении нескольких лет Дарья вместе с родителями искала информацию о родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Бывает так, что участники пропали без вести или попали в плен, и информация о них затерялась. И когда человек узнает, что родственник у них есть, просто он пропал, а вот информация сейчас появилась, то это такой рывок в сохранении, чтобы потом последующие поколения знали о нашем бессмертном подвиге. Особенностью «Сада памяти» стали таблички, которые родственники участников войны установили рядом с посажными деревьями. На каждой памятной табличке представлены имя и QR-код, а сканировав который, вы попадете на страницу с информацией о человеке, в памяти которым посажено дерево. Проект показывает людям, как можно и как важно сохранять память человеческую, чтобы никогда не повторились те страшные эпизоды человеческой жизни, эпизоды войны. Подробная информация о проекте и участие в нем в Саровской группе ВКонтакте «Спасибо за жизнь» и на официальном сайте проекта «Сад памяти». Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В Сарове вновь активизировались мошенники. Используют злоумышленники и старые проверенные схемы, и новые способы обмана. Как не попасть на крючок любителей легкой наживы, расскажем в следующем репортаже. Звонки из банков. Саровчанин взял кредит в банке на сумму 250 тысяч рублей, часть из которых успел передать мошенникам. Мужчине позвонили с незнакомого номера якобы сотрудники банка и предупредили о подозрительной активности на его счетах. Будто кто-то оформляет на него кредиты, поэтому он должен сейчас прийти в банк, сам оформить кредит и отправить всю сумму на указанный счет, что потерпевший и выполнил. Если представляется вам сотрудником финансового мониторинга, служб безопасности банка, сотрудниками правоохранительных органов, которые проводят операции по поводу поимки мошенников, которые работают в банке и так далее, не надо вестись на эти уловки, просто положить трубку и перезвонить на номер 900, либо на тот номер, который указан на обратной стороне карты и сообщить о данном факте. Отдых с подвохом. Еще в марте житель Сарова на одном из сайтов нашел путевки в дом отдыха Кобзарь в Крыму с 20% скидкой. Забронировал три места и оплатил их онлайн, переведя мошенникам 140 тысяч рублей. Спустя несколько недель сайт вовсе перестал существовать, и летний отдых в Саровской семье оказался испорчен. В данном случае хотелось бы гражданам посоветовать, что лучше потратить время посетить те турфирмы, которые находятся на территории города, где, соответственно, с живыми людьми можно обсудить и скидки, в том числе и возможности отдыха, и путевки, и передвижения к месту проведения отдыха. Убыточная компенсация. Пожилой саровчанке позвонили мошенники и представились сотрудниками правоохранительных органов. По их словам, женщине положена компенсация полтора миллиона рублей за некачественный лекарственный препарат, который она заказывала в интернете в прошлом году. Вот только чтобы получить эти деньги, необходимо их застраховать, отправив аферистам 40 тысяч рублей на указанный счет. Теперь необходимо заплатить еще 40 тысяч рублей для того, чтобы служба инкассации привезла эти денежные средства в город к ее подъезду. Соответственно, она пришла снова в отделение Почты России и через перевод моментальный еще 40 тысяч перевела мошенникам для того, чтобы инкассаторы привезли ей денежные средства полтора миллиона рублей домой. Я твой внук попал в ДТП. Чтобы решить вопрос правоохранительными органами, нужно дать им взятку. Примерно так начал свою речь мошенник, дозвонившийся пожилой саровчанке. В результате женщина отдала аферистам 100 тысяч рублей. Те перезвонили снова и потребовали еще 250 тысяч рублей. Бабушка сказала, что 250 тысяч у меня нет, у меня есть только 70 тысяч. На что мошенники сказали, что денег будет достаточно, сейчас вам опять придет эта же девушка отдать ей денежные средства. После чего девушка пришла, бабушка еще 70 тысяч стала отдавать, но девушка поняла, что происходит что-то непонятное, и денежные средства 70 тысяч рублей вернула назад бабушке. Всего за этот год в Сарове зафиксировано 37 случаев мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 9 мая саровчан ждут спортивные и праздничные мероприятия, выставки и кинопоказы. В 9 часов утра состоится возложение цветов к вечному огню и парад. В 10.00 на площади стартует традиционная легкоатлетическая эстафета. В 11.00 на стадионе Икар начнется турнир Кубок Победы. С 11.00 до 20.00 в парке имени Зернова будут работать аттракционы и праздничная ярмарка. В 14.00 там же откроется выставка техники военно-исторического общества 1945. В 12.00 на набережной реки Сати со стороны парка начнет работу медиапроект «Экран живой памяти поколений». В программе документальные и художественные фильмы. В 15.00 горожане смогут посмотреть онлайн-трансляцию всероссийской акции «Бессмертный полк». В 18.00 пройдет вальс Победы, а в 21.00 акция «Свеча памяти». Завершит праздничные мероприятия фейерверк «Салют Победы» на мосту на улице Строителя Захарова. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В преддверии 9 мая Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» проводит акцию «Письмо Победы». Активисты движения вместе со студентами и школьниками пишут ветеранам Великой Отечественной войны поздравления. Любой желающий может принять участие в акции и написать слова благодарности ветеранам. Для этого необходимо скачать бланк письма на сайте волонтеропобеды.рф, заполнить его и высылать на электронную почту письмособаковсезапобеду.ком. Все письма «Волонтеры Победы» доставят лично ветеранам. Также к акции можно присоединиться, написав пост в социальных сетях с хэштегом «Письмо Победы». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. В заведениях общепита за одним столом теперь могут сидеть более четырех человек. Максимальное число посетителей при посещении фитнес-центров, спортивных клубов, а также при использовании спортивных сооружений рассчитывается, исходя из показателя 4 квадратных метра на человека. При плавании в бассейнах на каждого человека должно приходиться 5 квадратных метров зеркала воды. Также разрешили работу хамамов и инфракрасных саун в спортивных учреждениях при условии соблюдения посетителями социальной дистанции. В отдельно стоящих банях и саунах можно посещать купели и бассейны. Совсем скоро в парке имени Зернова начнут работу аттракционы. Специалисты проводят технический осмотр, динамические и статические испытания. Как проходит подготовка к открытию летнего сезона и какие мероприятия ждут саровчан в праздничные дни, расскажем далее. Аттракционы в парке имени Зернова будут работать этим летом. Последний раз их включали на празднование Масленицы в прошлом году. Предположительно, свои двери для юных саровчан аттракционный комплекс откроют уже в первой декаде мая. Сейчас он проходит техническую проверку после зимнего периода. Проведены уже динамические и статические испытания. Все аттракционы зиму и прошлое лето перезимовали и переждали хорошо. Также проведена независимая экспертиза технического освидетельствования всех аттракционов. То есть специалисты, которые приезжают в наш город, проверили электрическую часть, механическую часть. И, естественно, все металлоконструкции на износ и коррозию. Каждый аттракцион также проходит процесс государственной аттестации, после которого он должен получить свой регистрационный номер. После этого карусели будут готовы к запуску. Традиционно льготное катание для детей из многодетных семей и детей-инвалидов будет проходить каждую первую и третью среду месяца. Планируют ввести дисконт-день. Аттракционы будут открыты в будний день в дневное время. В кавычках можно назвать это «бабушкин день», потому что в период буднего дня очень много бабушек и дедушек прогуливаются в парке со своими внуками, которые приезжают к ним на лето. И именно для них будет организован этот день, определенный будний, в дневное время они смогут прокатиться на аттракционах по льготной цене. На протяжении трех дней, с 7 по 9 мая, в Поймере Кисатис на большом экране в определенные часы будут показывать документальные фильмы, социальные и патриотические ролики, посвященные Великой Отечественной войне. Уже известна праздничная программа на 9 мая. 9 мая парк культуры отдыха имени Зернова будет ждать, к сожалению, на немножко нетрадиционные мероприятия. В том же ключе оно пройдет, как и масленичное гуляние, которое состоялось у нас в парке ввиду тех ограничений, которые действуют. Естественно, мы надеемся, к этому периоду заработают аттракционы, будет работать праздничная ярмарка. В 18.00 здесь пройдет традиционная патриотическая акция «Вальс Победы», присоединиться к которой могут все желающие. Организаторы напоминают, что для участия к ней желательно подобрать костюм, близкий по стилю к 40-м годам. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В молодежном центре прошел торжественный вечер, посвященный весеннему призыву в ряды российской армии. С напутственным словом к призывникам обратились представители общественных организаций и духовенства. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Солдатами не рождаются. 29 апреля в молодежном центре прошел торжественный вечер, посвященный весеннему призыву. Вокальная школа-студия Василины Данченко «Дива» и студия спортивного бального танца «Дека» подготовили для призывников творческие номера. Такая поддержка будущих защитников Отечества стала для Сарова доброй традицией. Где бы ни довелось служить нашим призывникам, они должны помнить о том, что они сыны нашего славного города Сарова, где создается ядерный щит нашей Родины, нашей страны, Россия. О том, чтобы они с гордостью несли имя саровского солдата. С напутственным словом к призывникам обратились представители общественных организаций и духовенства. Протеерей Владимир Кузнецов благословил их на службу в армии и подарил молитвослово. А ветераны боевых действий поделились опытом с юношами. До сих пор я со своими друзьями, с кем я служил, встречаюсь ежегодно. Поэтому вам желаю, чтобы вы приобрели настоящих друзей, потому что друзья познаются именно в трудностях. И чтобы они были у вас на всю жизнь. В завершении вечера для призывников провели викторину и вручили им памятные призы с символикой города. В Ледовом дворце торжественно закрыли хоккейный сезон. В рамках мероприятий прошел выпускный хоккеистов 2003 года рождения, посвящение в хоккеисты ребят 2012 и 2013 годов рождения, награждение лучших по итогу сезона 2020-2021. Завершился вечер товарищеским матчем между хоккосоров и выпускниками школы. На празднование хоккея побывала и наша съемочная группа. Стук, клюши, громкая музыка и шум трибун. Так в Ледовом дворце встречали хоккеистов, завершивших сезон 2020-2021. В торжественной обстановке подвели итоги по каждой возрастной группе, наградили лучших игроков. Особое внимание уделили выпускникам. Команде ЮХЛ под руководством тренера Сергея Кулебакина. Они у меня самые лучшие, конечно. Долго очень обучались в школе, постигли и научились очень многому. Все старались, все молодцы. На протяжении всех этих лет никому у меня претензий нет. Игрок ЮХЛ Никита Богдашин весь сезон упорно готовился к переходу в молодежную хоккейную лигу. Спортивную карьеру юноша заканчивать не планирует и стремится покорить новые высоты. Хоккеист с теплотой вспоминал о прошедшем сезоне и о команде. Грустный день, не хотелось бы, чтобы это все заканчивалось. Хотелось бы дальше так же играть, но подходит возраст, и пора двигаться дальше. Команда у нас получилась как целая семья. Все друг друга уже как родные. Всех друг друга поддерживали, помогали. После поздравления выпускников и посвящения в хоккеисты ребят 2012 и 2013 годов рождения, на ледовой площадке прошли конкурсы, где младшие ребята показали мастерство владения клюшкой и шайбой. Я бил броски на точность. Забил всего два из десяти. Мне больше всего понравились булиты, как люди пробивали. Кульминацией вечера стал матч между ХК Саров и выпускниками спортивной школы. Игра прошла в дружеской атмосфере. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!